доброго дня сегодня мы с вами посмотрим расшифровку такого замечательного имени как арина марину рассмотрели арен еще карина да то есть вот интересная такая вот запись интересная корневая основа все мы знаем арену родионовну нянечку александра сергеевича пушкина и вот она была посвящена во все светлую грамоту и посвящался его воспитанника рассказывает много интересных сказок сказка ложь да на самом деле не ложь а сказ это сказка сказка это сказка для души поэтому там очень много истинного много правда то чего же человек не может вот буквально всегда воспринимать и уже вот реальность он уже как сказку воспринимает арина вот посмотрим записи до от простого к более сложному то есть к сегмированному так то есть когда уже вот буквы они единяются друг с другом да вот как люди образуют пары образуют коллективы так и буквы тоже что буквы отображают на плоскости живые многомерную структуру то вот как фотография человека мы видим из какого-то ракурса иногда может совсем с необычного непонятно также буквы так они отображают только многомернейшие процессы мироздания да вот такими как сегментами до по экстремальным точкам поэтому арина вот здесь мы видим арии мы уже знаем что это арийская форма жизни вот то есть ар это не сотничество небо рожденчества тоже же сотничеством до бурно энергопоточный восход на новую ступень мы знаем что восходим по ступеням а вот арина она осваивала за одной ступени для того чтобы взойти к зам следующей ступени то есть она вот показывает прохождение всего этого цикла через что через свою мозговитость через свою мозговитость и вот своей мозговитостью она строит реку времен вот это вот жизнь воздвигает да и в этом при воздвигновении жизни она образует еще бурно энергопоточную зону это инна да то есть в реке времен она единяет людей земли с людьми небо и знание небесное со знаниями земными и восходят до люди земли получать восходят знаниями поэтому вот это какая интересная система арина да то есть а для а то есть она вот таким образом действует если мы вот эту запись посмотрим ар да то это уже буква я это уже створение коллективного духа разума да то здесь она вот арийская все формации вот здесь да она действует арийская форма жизни для того чтобы до бурно энергопоточным зайти вновь она ее изучает мне основная действующая сила этого то риска формация поэтому может быть у арины есть желание изучать человека вообще животный мир может быть растительный мир да то есть ну вот что то вот с этим связано потому что да и особенности кислорода дышащая влагосодержащая поскольку более 70 процентов мы состоим из воды а мозг на более полу 95 процентов состоит из воды очень интересная на самом деле формации вот может быть арина на но это действующая сила да это пробуждает ее энергии новая реку честь да то есть она какие-то нарабатывает качества у своей мозговитости да вот она прорастая семенем древом мысленно да и она строит эту реку времен ту реку жизни речь реченьку а и соответственно это речи реченька она еще единяет времен прошлое она через настоящее будущее вот такая интересная система если вот эту запись посмотреть да вот это у нас буква яйца тоже сотворение коллективного духа разума вот крест сотворение происходит через заповедальность вот эта буква ижецеведева по ней нам костей приносил заповеди первого творца да то есть это правило поведения свыше лежащей ступени почти на каждом видео уже говорю о том что вот чтобы нам зайти на следующую ступень это нас всех с вами объединяет всех людей на планете и не только людей но и животные растительный мир а вот и предков наш наших тоже да то есть мы должны знать правила пить а как мы туда взойти данным на же там как-то действовать поэтому нужно знать правила поведения далее того что кто хочет водить машину нужно знать правила дорожного движения и так далее поэтому вот арина то есть сотворение она сотворяет создает коллективный дух разум заповедями до через знание заповеди она уже может их воспринимать для того чтобы единяя все поколения зайти на новую ступень да вот здесь для того чтобы она еще организует времен возвышенную связь то есть она организует создает коллективный дух разум его формирует обобщая все лучшее здесь да и она осуществляет посева что такое вот обобщение да вот у нас обратите внимание кола давить у нас очень много связанного голова у нас до кола или такой яйцеобразно вот это примерно да там нет такого ровного круга прям идеально да вот вот все время какое-то будет солнце вроде круглая планета круглая на самом деле они не круги да поэтому примерно такая форма яйцеобразная круглая там может быть какие-то еще изменения да в целом вот это обобщение коловая биомембрана да то есть вот мы обобщаем и вы знаете вот всегда начинается что в этот момент да то есть вот кола да это концентрация всего лучшего да и обобщение да и кринки например круглые глава у человека круглого там каких-то животных до или чуть вытянута да то есть вот где концентрация всего лучшего до строение клетки да не такие кругленькие клетки а вот если вот планета мы тоже видим что они круглые да вот это вот головая биомембран то есть идет обобщение вообще не потому что идет прорастание то есть мы не можем до бесконечности обобщать обобщать всегда будет прорастание если просто не нет но это гнилой семья но не ну не жизненно значит в этом обобщении нет жизни значит тут не правомерное что поэтому всегда вот обобщая да идет прорастание от пачка от пачкова да и так далее то есть всегда что-то рождение нового должно быть то есть что-то новое получается вот здесь вот это обобщение дает прорастание для того чтобы посеять да вот это зерно того что наработан это принцип жизни и вот здесь при вот этом прорастание а вот вот этом посеве то еще и появляется дар окрасновидений то есть уже возможность взаимодействовать с окружающей средой чувствовать ее воспринимать вот эти вот божественные меры воспринимать окружающую среду а что это чаку позволяет позволяет адекватно действовать до гармонично действовать в пространствах и времен а потому что надо понимать что любое есть она сдать вот как камушек бросили да и пошли круги и круги и круги. Вот то же самое. Просто мы этого как бы не видим, да, как эти страусы голову в песок. Мы не видим этого. Но если мы не видим, это же не значит, что этого нет и не значит, что мы за это не несем ответственность. Мы за все отвечаем. И любое нарушение вот этих правил ведет к ответственности. Поэтому вот мы должны сеять все самое лучшее, что нами наработано. И тем самым мы сотворяем коллективный дух-разум. Вот эту самую близкую к нам божественную систему, то есть связанную которая, да, вот этой разумностью, да, она объединяет все-все наши наработки. То есть вот когда много людей уже формируется новая живая система, коллективный дух-разум, которая как бы нас всех объединяет. Вот по принципу, как человек объединяет же все клетки, да, в нашем организме, а сколько у нас их. Как да, солнце объединяет все планеты, так же и мы, да, человек своей разумностью объединяет все клетки. Вот поэтому и здесь вот у нас так же и все люди, да, они являются клетками одного организма, коллективного духа-разума. И он формируется, когда, по-моему, больше 147, ну, здравых людей. Да, то есть, ну, для каждой ступени, да, вот, чтобы строить вот эту реку времен, должно набраться определенное количество людей и именно схожего качества, то есть не разноступенчатого. Вот. Чтобы они могли вместе сотворять. И вот это вот, то есть здесь действующая сила создания коллективного духа-разума, то есть наработка с людьми, дара окрестного видения для того, чтобы творить, для того, чтобы действовать. То есть человек должен действовать даром окрестного видения, он должен понимать, какое влияние его действия оказывает на окружающую среду, на ниже лежащую ступень, на выше лежащую ступень, на прошлое, на будущее, на настоящее, на других людей, и так далее. Понимаете? И человек может отклик, например, из будущего получать, или оплюх, если что-то там не то. Поэтому вот, понимаете, какая-то наработка, какого это дара. Поэтому вот человек каким образом должен действовать, сотворять коллективный дух-разум, зная заповеди, зная правила, потому что если правила не знаем, что там он насотворяет. Для того, чтобы, единяя все поколения, обеспечивать вот эту времен возвышенную связь, вот эту преемственность поколений. Ведь в нашей генетике, в нашем теле, да, уже грубо материально отображены связи с семью поколениями предков и с семью поколениями потомков. Вы представляете? Пальчики на руках – это уже наши прапраправнуки. Локти – это наши детки. Вот, и она, вот, единяя поколения, то есть вписывая в родительское начало, вот здесь вот концентрируя все лучше от предков, для того, чтобы это потом вписать в потомков. И потомки, видите, уже обретали тоже вот этот дар окрестновидения, да, то есть она уже закладывает этот восхожденческий потенциал. Поэтому Арина – это активный такой творческий человек, который знает историю, знает правила к жизни, да, может быть, она их изучает, да, для того, чтобы сотворять коллективный дух-разум и обеспечивать времен возвышенную связь. Вот какая интересная система Арина? Вот здесь можно двумя буквами записать, это буква Ри, и здесь мы ставим Аглубинная, поэтому А – Ари и На. То есть здесь уже даром окрест, да, вот этим даром окрест. А чтобы нам осваивать ступень, да, вот нашу ступень, нужно обладать даром окрестновидения. Чтобы вот приступить к изучению Азов, нужно вот этот, иметь возможность объединяться с другими людьми, чувствовать, да, то есть иметь определенную ступень. То есть, например, нельзя первоклассник, он не может в высшеучебное заведение поступить, да, потому что у него нет еще этих качеств. То есть он в школу пройдет 10 классов, да, он это наработает, и тогда он сможет поступить. Вот это такой же принцип. Но есть желающие, как бы, мол, сползти, а что тут это, учиться же надо и так далее. Можно же сразу попасть, да, незаконно как-то. Вот такие вот лжетоварищи, хочется сказать, да, они и разрушают жизнь историю, потому что, когда, если кто-то находится не на своем шестке, он же не может восходить, он не понимает, что происходит, не осознает. Да, представьте, первоклассника, я не говорю о гениях, да, я говорю вот просто стандартного первоклассника, да, на первый курс там физтеха, да, или еще какого-то. И что он там будет? Он же не сможет. Он будет только всем мешать, препятствия, да, какие-то вот, вот так далее, вот, вот кто. И вот сейчас такое есть тоже в жизни строя, такие вот, как бы, нелюди, да, которые разрушают, которые не на своем шестке. Поэтому вот Арина, вот, наработанными качествами, вот у нее есть, да, ракрестновидение, она может обобщать объемы громадной информации. Вот здесь большие-большие территории, да, вот это кола, здесь видим такое небольшое кола, а здесь большое. А поэтому здесь обобщение, вот здесь мы видим две точечки, это концентраты жизни начал. Ук и хер. Если по-современному говорить, это y и x хромосома. Да, то есть вот точечками обозначают концентраты жизни начал. Вот. То есть она своим даром окрестновидения обобщила все вот громадные пространства, громадные объемы информации, да, осуществила посев концентратов жизни начал. Для чего? Для того, чтобы восходили все поколения, для того, чтобы организовать вот эту времен возвышенную связь. То есть здесь и Арина еще в своей биоструктуре задействует, да, для того, чтобы сотворять коллективную дух рату, она задействует еще концентраты жизни начал. Еще раз, в каждом человеке есть и в мужчине, в женщине есть и мужское, и женское. Да, в мужчине, понятно, больше проявляются мужские качества, в женщине женские качества. Да, но в женщине, да, вот в любом человеке, да, в биоструктуре правая часть биоструктуры это связь с мужским жизненачалом, левая с женским жизненачалом. Поэтому правый локоть это сыновья, правое колено это отец, левое колено мати, левое локти это дочки. Да, вот таким образом. И буквы нам тоже об этом говорят. То есть есть вот если вот АС это ребеночек в пеленочках, да, вот концентрат всего лучшего. С опорой вот это отцовское начало, это материнское, потому что буквы к нам лицом стоят. Поэтому вот это получается, что это правая часть, потому что еще раз, буквы к нам в лицо, не в спину. Поэтому вот такая Арина обобщительница, вот, олицетворение, арийская форма жизни, то есть она действующая, она вот ее знает, она ей дышит, она ей живет, вот, вот, она чувствует жизнь, да, вот как она вот протекает, да, вот эту формацию, вот она ее вот всю прочувствует, да, вот ее все особенности и так далее, она потому что ей дает возможность взойти на следующую ступень. Быстро, бурно, энергопоточно она создает эти зоны. То есть это активная жизнестроительница, любительница жизни. Вот, вот такое впечатление у меня от Арины. Поэтому всем Аринам большой-большой привет, успехов вам, всего доброго и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok